Добрый день. Приятно быть в Киеве и общаться со всеми вами на разные интересные темы, о чем мы поговорим сейчас. Называется краткое руководство разработчика о раскрутке и монетизации Windows-приложений. Если возникает вопрос, что у меня за странный акцент, акцент у меня из Литвы. На русском языке, к сожалению, уже лет 20 у меня не было особой необходимости ни писать, ни говорить особо грамотно. Так что если я что-нибудь скажу не так, извините, придется вытерпеть. Последние больше 15 лет я занимался разработкой различной. От веба до Windows-приложений, до баз данных и так далее. Лет 6-7 назад увлекся WPF, который постепенно перетек в Silverlight и который как бы должен был меня постепенно привести к программированию для Windows Phone. Но так случилось, что я почти случайно запустил сеть Aduplex, которую я с тех пор успешно развиваю. И то, о чем я хотел бы с вами поговорить, это как бы во многом выросло из того, из моего общения с разными девелоперами, которые выпускали приложения, там, когда-то на Windows Phone 7, потом на 8, на 8.1, на Windows'ах и так далее. Что они делают, что они делали правильно, что они делали неправильно. И я попытался собрать это все в одну кучу. Так, о чем мы будем говорить, так это, во-первых, что создавать, зачем создавать, стоит ли при этом думать о монетизации в разных жизненных ситуациях и так далее. Потом мы поговорим о тех методах, которые платформа предоставляет для этой монетизации, как ими воспользоваться лучше, чего делать не стоит, как поучиться на чужих ошибках, а не на своих. Ну и в конце концов мы, конечно, поговорим о том, где брать всех этих добрых людей, которые вам будут помогать заниматься любимым делом своими гривнами, долларами, евро и так далее. То есть экосистема Windows, она, конечно, не iOS и не Android, даже в смысле количества пользователей и так далее. Но, к сожалению, на билде в этом году, который в 2015 году был, не было доклада такого Бернарда Замора, который был в 2014 и 2013 году, и он мне очень нравился. Где он рассказывал всякие цифры, показывал всякую деятельность независимых разработчиков, что у них получалось, заработать, что не получалось и так далее. И поэтому придется пользоваться цифрами, которые годичной давности где-то. То есть, как вы видите, люди не срубают миллионы в день подряд, но есть немало таких независимых разработчиков, которые способны, в принципе, прожить на то, что они зарабатывают на Windows-прилорениях. К сожалению, конечно, приходится констатировать, что независимо от платформы, тот век золотой лихорадки, что касается мобильных приложений, уже давно закончился и уже сейчас в 2015 году не получится написать какое-то маломальски сносное приложение, закинуть его в сторы и идти в свой интернет-банк, сжать F5 и ждать, как там цифры. Прошли уже, к сожалению, в те времена. Поэтому в 2015 году ученые доказали, что 80% успеха в приложении зависит совсем не от того, как вы его хорошо разработали и так далее, а от того, что вы сделали после того. Кто-нибудь знает, кто это такой? Если вы знаете, кто это такой, вы, наверное, могли догадаться, что эту чушь я придумал сам только что. Потому что он в сериале занимался такими псевдонаучными цитатами. Но тем не менее, очень важно все-таки не забывать о том, что то, что вы делаете, кроме дизайна и разработки приложения, оно часто имеет, может быть, даже большее значение, чем само качество этого приложения и то, что оно делает. Давайте сначала поговорим о более каких-то глобальных вещах. Зайдем издалека. Я считаю, что очень мало девелоперов задают себе такой вопрос, а зачем я это делаю, зачем я это приложение делаю, какие я преследую цели. И из этого очень много вытекает всяких выводов, которые помогут вам быть более счастливыми, независимо от того, зарабатываете ли на этом приложении деньги или нет. То есть очень многие занимаются приложениями, потому что им нравится. Или они там хотят изучить новые технологии, или они хотят просто чем-то заниматься в свободное время и не нашли ничего более интересного. При этом очень многие пытаются, ну вот я занимаюсь так для своего удовольствия, но давай я себе еще на кофе заработаю. И тогда получается, что зарабатываю только на чай, и тогда грустно становится, и там печально, депрессия и так далее. Если вам это нравится, забудьте о монетизации, занимайтесь любимым делом, выкиньте все и на порчейсы, рекламы и так далее, получайте удовольствие. Другие люди занимаются созданием приложений для того, чтобы понравиться потенциальному работодателю или там что-то типа того. Опять же, забудьте о монетизации. Ваша цель, чтобы как можно больше людей увидели то, что вы умеете, и наняли вас за большие деньги. Как, например, вот этот товарищ, он там чем-то занимался. Цель его была найти работу по такой специальности. Шесть месяцев спустя он работает на Microsoft, потому что он не заморачивался. Люди увидели, что он умеет и взяли его на работу. Может, он бы заработал себе, не знаю, 100 долларов в это время, но те важные люди не увидели бы, потому что им жалко было бы доллар заплатить за его приложение. Немножко другая ситуация, если вы делаете приложение для того, чтобы находить заказчиков, которые у вас будут заказывать, делать приложение на заказ. Тут тоже уже важно понимать, что реально вы пытаетесь продавать. То есть если вы продаете дизайн, разработку и все, опять забудьте о монетизации и показывайте как можно большему количеству свои навыки. Если вы делаете какой-то полный пакет услуг, где вы там и предлагаете и раскрутить приложение, и там помочь заработать чем можно больше клиенту, тогда, конечно, стоит на своих приложениях что-то поэкспериментировать и научиться чему-то, что уже потом можно успешно продавать, зная то, что вы делаете. Например, мы сейчас выпускаем приложение, которое я вам чуть позже покажу, но мы часть работы над ним, что касается юзер-экспириенс и так далее, аутсорсим одной новозеландской компании, о которой мы узнали исключительно из того, что они делали такие довольно известные на Windows Phone и Windows приложения, как MetroTube и Twitter. То есть в Twitter это был такой Twitter клиент, они не очень его развивают. Там была какая-то монетизация, она была вынужденная, потому что там у Twitter свои заморочки, что они позволяют делать. В MetroTube у них никакой монетизации не было, но они там были все время на первых местах, и много кто о них знает, в том числе и мы. И теперь, я думаю, они на этих заказах зарабатывают гораздо больше, чем могли бы на своих этих приложениях заработать непосредственно. Ну и, конечно, последнее. Если вы все-таки занимаетесь приложениями, потому что вы хотите связать свою жизнь с тем, что вы зарабатываете на них самих, то тогда для вас это как бы и вся оставшаяся часть. Я сейчас вам хочу показать одно приложение, как говорится, на себе, как мой подход к тому, что к созданию приложения. То есть я написал недавно такое приложение, которое я сделал, потому что у меня нет свободного времени реально заниматься приложениями, но мне хочется знать, как оно сейчас там пишется в современном мире. Хотелось сделать приложение на Universal Windows Platform. Так я вот сделал такое простое приложение. Реальная цель его создания была, мы на работе делаем стендапы, и там все по кругу говорят, кто что вчера делал, кто что сегодня будет делать. Хотелось это немножко поразнообразить. Так я сделал такое приложение, где можно список раскидать, рандомизировать, и там оно само объявляет, кто следующий говорит. Ну, там, то есть есть приложение, где там… Наверное, не видно. Не важно. В общем, он повторяет какие-то фразы из списка в случайном порядке. В то же время вы можете… То есть это мое хобби, если так подойти. Я должен был не заниматься никакой монетизацией и так далее. Тем не менее, вы тут внизу можете увидеть баннер. То есть почему я сам себе противоречу? Противоречу я себе потому, что я реально… То есть этот баннер нашей системы от Duplex, он здесь для того, чтобы я мог на реальных приложениях испытывать, как оно что работает. То есть выпускать это в реальный магазин до того, как мы его отдаем клиентам и так далее. То есть как бы огромного противоречия тут нет. Еще один момент, который я заметил в подходе девелоперов, которые переквалифицируются, скажем так, в бизнесмены, выпуская свои приложения, это то, как мы подходим к всему процессу разработки. То есть если мы работаем на дядю или делаем что-то по контрактам, то мы получаем какое-то задание от клиента или от работодателя, что-то делаем. То, что мы сделали, это как бы отдаем клиенту и получаем деньги, если, конечно, честный клиент. То есть все как бы нормально. И когда мы переходим, выпуская свои приложения, то как бы вроде процесс выглядит похоже. То есть есть у нас наша идея, которые как бы задания, потом есть наше приложение, которое наш продукт, мы его закидываем в магазин и хотим, чтобы нам уже Microsoft, Apple или Google дал денег за это. К сожалению, так не получается. И разница тут, в принципе, главная в том, что когда вы работаете по контракту, то вы идете и продаете свои способности до того, как вы получите заказ. То есть вы потратили пару часов поговорить с клиентом, или два дня подготовиться, или что-то типа того. Потом у вас не получилось, вы пошли к следующему клиенту, небольшая потеря. Когда вы создаете свое приложение, вы потратили там три месяца, четыре месяца его создавая. И продавать вы начинаете только уже в конце, и это потом нескончаемый процесс. То есть разница такая вроде бы очевидная, но я очень часто замечаю, что программисты, приходящие вот в этот мир бизнеса на приложениях, они приносят вот эту первую строчку с собой и очень бывают расстроены, когда ну как бы ничего не получилось. Просто надо отдавать себе отчет, что не все так работает. Перед тем, то есть чтобы так не получалось, стоит все-таки задуматься, что мы создаем. И до того, как мы инвестировали три месяца в разработку. И в принципе люди делятся на два типа. Есть один тип людей, у которых столько идей, что они не могут найти времени, когда их все реализовать. И второй тип людей, которым не хватает идей. То есть о том, о первом типе мы поговорим после этого слайда. А для тех, кому не хватает идей, у меня тоже есть один совет. Есть такой американский деятель, которого зовут Джеймс Алтачер. И у него есть как бы такая идея, что у людей есть идейные мышцы. И так же, как и реальные мышцы, они атрофируются, если их не тренировать. И у него есть такая вот система упражнений. В принципе, реально это сводится к тому, что вы каждое утро генерируете, насилуете себя, чтобы сгенерировать 10 идей на любую тему. И через силу 10 идей сгенерировали. И так каждый день. И постепенно эти идеи у вас начинают в голове сами выстреливать. И реально, ну то есть, кому-то может смешно звучит, но реально я на себе это пробовал, и это реально работает. То есть, если так месяца 2-3 каждый день позаниматься, то потом начинает случайный момент, то есть вы уже не пропускаете, ну вот тут видите какие-то лампочки, и у вас начинается идея, как эти лампочки усовершенствовать, можно как то, как все. И это очень плодотворно сказывается на всех областях деятельности. Если у вас, конечно, нету никакого недостатка с идеями, то тогда возникает вопрос, за какую взяться. И чаще всего такая у человека изначальная реакция, надо взять самую оригинальную из них и ей заниматься. Но в то время, когда вы для того, чтобы то есть, если вы берете за самую оригинальную идею, вы, во-первых, не знаете, нужно ли это кому-нибудь вообще, потому что она очень оригинальная. И, во-вторых, даже если это кому-то нужно, вам придется найти какие-то средства или каналы, как это до тех людей донести. Они этого не ищут сегодня. Потому что этого не существует. И чаще всего это довольно дорого и сложно. Поэтому для, к сожалению, для настоящих художников более простой способ это увидеть приложения, которые, допустим, уже существуют на рынке, которые востребованы, но вы видите, что вы можете сделать лучше или им чего-то не хватает. И тогда сделать свое и сделать это лучше, чем конкуренты. И можно пойти даже на один шаг дальше. это для настоящих художников вообще смертельно. Можно сделать вообще абсолютные клоны. И Windows для этого в принципе довольно плодотворная почва, потому что многие оригиналы выходят или позже, или вообще не выходят. То есть есть какие-то этапы времени, когда можно сделать клон, и на Windows все его будут скачивать, играться. И потом уже, когда этот клон достигнет какой-то популярности, на его популярность вытягивать свои более оригинальные идеи, допустим. Так же, как там, не знаю, в музыке бывает, люди делают или там ремиксы, или позовут какого-то известного, кто-то фичеринг кого-то, а потом этот из фичеринга уже выбегает на главную роль. Также, если есть разные подходы к тому, сделать ли, заняться ли разработкой одного приложения, у которого есть у вас там гениальная идея, которая там сможет покорить весь мир, но займет у вас долгое время, и это работает, или можно подойти по-другому и реализовать все идеи, которые занимают там пару дней. Оба, практика показывает, что оба подхода могут работать, просто в этом случае, если вы делаете один какой-то мегахит, то вы сосредотачиваете все силы на то, чтобы раскручивать именно этот мегахит, если вы делаете 500 приложений, то вы сосредотачиваете все силы на том, чтобы раскручивать свой бренд, и чтобы там люди хотели все ваши приложения посмотреть и другие. А вам видно вообще? Надо так отсвечить. Еще одна очень важная деталь, которую люди как бы не относят к фичерам, я считаю, что это одна из главных таких особенностей приложения, которые стоит записать в свой список фичеров, это дата выпуска, потому что особенно в начале каких-то циклов какой-то новой версии операционной системы, всю бесплатную прессу собирает приложение, которое там воспользовалось какой-то возможностью первой, или там, не знаю, картану интегрировала, или какая-то новая функция появилась, кто-то выпустил приложение, все пресса написали, второе кто-то сделал может быть лучше, но уже никому не интересно, потому что это уже кто-то сделал. То есть стоит это записать в список и иметь в виду, может, стоит какую-то функцию отложить, но выпустить раньше. Но, к счастью, конечно, с каждой версией системы, с каждым новым релизом что-то появляется новое, и у вас появляется снова возможность что-то сделать первым. То есть как бы что делать разобрались, давайте теперь поговорим о том, как на этом можно зарабатывать, что предоставляет система. И первый, наиболее стандартный способ, можно сказать, классический, это продавать платные приложения. Плохие новости, что никто их не покупает в последнее время. То есть если вы не сделали какую-то must-have игру, или не сделали какое-то нишевое приложение для какой-то очень профессиональной ниши, то, скорее всего, заработать что-то на платном приложении в последнее время довольно сложно. Но, если у вас что-то такое на самом деле есть на руках, то, тогда, конечно, стоит посмотреть на конкуренцию, там, может, иногда стоит сделать цену ниже, но многие эксперименты показывают, что иногда даже стоит сделать цену выше, потому что люди думают, что это более качественное и более дорогие приложения обычно получают более хорошие отзывы в магазине, потому что люди, перед тем, как заплатить 5 долларов, они делают больше ресерча, что это такое, и если уже заплатили, они часто знают, за что они заплатили, и, соответственно, они часто остаются довольными, потому что они вложили какие-то усилия перед тем, как купить. Также, если вы делаете приложение, рассчитанное на какой-то регион, и стоит подумать о том, какие возможности у жителей этого региона есть для того, чтобы ваше приложение купить. Есть ли в этой стране широко распространены кредитные карты, или есть ли у Microsoft возможность делать оплаты через оператора в этой стране, и насколько это распространено. Также некоторые люди делают такие приложения, как, можно сказать, для физиков, ядерщиков, но потом продают их по 99 центов. Приложение может замечательное, но физиков, ядерщиков есть 18. То есть лимит, сколько можно заработать, это 18 долларов. Поэтому, если вы делаете что-то такое, продавайте это подороже. Также, с времен Windows Phone 7 была такая замечательная штука как трайлы, это по-русски пробные версии. То есть концептуально это очень хорошая вещь, но у меня есть один большой недостаток. Приложения ваши все равно попадают в платный список. Как мы уже говорили, в платный список никто не смотрит. поэтому с этим есть такие, с этой вот моделью трайла в той форме, которая она реализована была со времен Windows Phone 7 есть такая проблема, что люди просто не доходят до вашего приложения, потому что на нем есть цена. С появлением Inup Purchase внутренних платежей вы можете практически ту же функциональность реализовать при помощи Inup Purchase с той большой разницей, что ваше приложение теперь попадет. уже в бесплатный список. То есть она стоит ничего, но потом там пройдя, если это игра допустим три уровня, просят заплатить. То есть концептуально то же самое, что trial, но приложение уже в бесплатном списке и больше людей его увидит. Конечно, все истории, когда люди зарабатывают на миллионы на приложениях, связанные с в играх, это называется free-to-play, в приложениях это какие-то просто внутренние платежи за что-то. Это замечательная модель при одном условии, если вы заранее проектировали свое приложение с учетом этой модели, особенно это касается игр. Очень сложно прикрутить free-to-play модель или какие-то внутренние платежи к уже существующему приложению в такой форме, чтобы и люди хотели за это платить и с вашей точки зрения отдача была хорошей. К тому же надо быть с порчейсами очень осторожным, потому что существует немало людей, которые их не очень любят. Живой пример всего двухнедельной давности. Стоит бояться быть с недовольной стороны от Kanye West, поэтому стоит соблюдать осторожность, особенно если вы делаете приложение для малышей и в принципе все такие сознательные фирмы, которые занимаются приложениями для маленьких детей, они стараются избегать внутренних платежей. Со времен Windows Phone 7 еще Microsoft очень гордился тем, что разрешал использовать вам любые платежные системы, но почему-то в этом году они передумали. И это как бы особо я не очень слышал, чтобы это особо афишировалось, но теперь вот такое записано в соглашении магазина. То есть какого-то 26 июня по крайней мере теоретически нельзя использовать чужие платежные системы для того, чтобы делать внутренние платежи за ингейм продукты. То есть если вы делаете электронный магазин и продаете телевизоры, то можете использовать смело свои платежи. Но если вы делаете игру, где продаете сено для коровки, тогда вы должны пользоваться майкрософтовскими в новых приложениях. Старые пока могут пользоваться тем, чем вы хотели, но тоже это через год, с июня 2016 года и это запретят. Я, честно говоря, не очень понимаю, какая тут логика, зачем это было сделано. Насколько я слышал из полуофициального источника, просто что не очень много кто пользовался сторонними этими системами. Сложно сказать, как она на самом деле. И есть как есть. И в принципе я пока не слышал, чтобы кого-то за это выкидывали из магазина, насколько это серьезно проверяется. Но по крайней мере так написано теперь. Есть только один способ монетизации, который может соревноваться в народной любви с внутренними платежами. Это реклама. Реклама в принципе на многих платформах является или первым или вторым способом монетизации. Вот они так с снапами соревнуются. Но тут тоже есть свои нюансы. Реклама не для всех подходит. То есть если вы сделали отличную утилиту, которую человек запускает раз в неделю, нажимает там одну кнопочку, выходит и неделю не запускает, но вы на рекламе ничего не заработаете, хоть у вас будет и миллион пользователей этой вашей утилиты. То есть они больше всего подходят для каких-нибудь или игр, или там социальных приложений, или там видеоприложений, где люди проводят довольно долго времени и довольно часто. Также стоит иметь ввиду, что далеко не все рекламные сети могут например выводить, позволяет выводить деньги допустим в Украину или еще в какую-то страну. И также с рекламой в отличие от внутренних платежей есть такая очень ваши доходы будут сильно колебаться независимо от того сколько у вас там есть пользователей, потому что там у рекламщиков тоже есть свои сезоны, есть более сильные регионы, есть регионы послабее и так далее. И очень часто люди попадают на хороший месяц, видят какие-то огромные суммы приходящиеся рекламы, думают ну надо идти там Ferrari лизинговать уже. Время пришло, а потом в следующий месяц раз и там все на нули падает. Понетизируясь рекламой надо соблюдать какую-то дисциплину и при хорошем месяце откладывать это, чтобы амортизировать плохие. Также с рекламой есть одна такая концепция, которую большинство разработчиков, начинающих работать с рекламой не знают. Кто знает, что такое fill rate? fill rate это в принципе уровень заполнения по-русски. То есть каждый раз, когда ваше приложение дает запрос рекламную сеть, у вас абсолютно нет никакой гарантии, что из этой рекламной сети вам вернется настоящая реклама. то есть у сети просто может быть допустим никаких нет продаж в Украине и клиенты не хотят пользователей из Украины, она говорит ничего нет. И в принципе если вы используете одну рекламную сеть, в зависимости от там где ваши пользователи находятся и какая это сеть, может быть, что вы там допустим в 90% случаев не зарабатываете ничего, потому что им нечего показать. К счастью, они почти все эти рекламные сети в своем SDK у них это предусмотрено, они вам вернут какой-то ивент, что рекламы нету и для того, чтобы с этим бороться, вы можете сделать такую штуку, называемую моделью водопада waterfall, где вы используете несколько рекламных сетей, у вас есть ваш любимый какой-то провайдер, если у него ничего нет, вы переключаетесь на следующего, опять нету на следующего и в конце все это замыкаете чем-то у чего есть стопроцентный филрейт, то есть это может быть или ваша реклама вашего другого приложения или там ваше любимое благотворительное общество или что-то еще или допустим какая-то кросс-промоушн-сеть как Adobe о рекламе я могу говорить отдельную сессию, так что если будете организовать кто-то конференцию зовите поговорим час о рекламе, а вообще я написал такую книжечку короткую, которую можно или скачать у нас на сайте или у меня есть с собой несколько штучек кто будет задавать вопросы там и подарю но вообще ее можно скачать если что вот что появляется с приходом Windows 10 то есть не все что люди хотели сделать можно было сделать на Windows 8 и на Windows Phone 8 с приходом Windows 10 в магазине появляются подписки то есть если вы хотите делать что-то похожее на журнал или какую-то другую подписку вы можете это уже делать также появляется аффилейт программа к сожалению точно она довольно ограничена по регионам но там не поддерживают что-то около 60 стран откуда могут люди участвовать то есть вы можете делать ссылки на какие-то приложения и зарабатывать по-моему 8% от их заработка в течение первых 14 дней если пришли по вашей ссылке также появилась штука которую девелоперы очень давно просили это так называемые промо-коды то есть при помощи их вы можете если вы делаете допустим платное приложение или вы делаете приложение с инапами но хотите написать какому-то известному блогеру чтобы он это приложение посмотрел вы хотите конечно не хотите его заставлять заплатить вам 99 центов чтобы посмотреть ваше приложение вы можете ему послать такой промо-код эти промо-коды ограничены не очень я до конца тоже понимаю зачем но вы можете получить по-моему 250 промо-кодов на полгода или на год то есть швыряться ими особо не стоит на каждое приложение на одно приложение и так же вы теперь можете делать ссылки скидки на инапы то есть вы можете делать какие-то акции что вот сегодня этот инап дешевле то есть не просто снижать цену оформлять именно как акция там будет все зачеркнуто красиво люди будут понимать что это сейчас акция а не просто она дешевле стоит ну и конечно не стоит забывать что Windows 10 будет на всем и на PC и на телефонах и на Xbox уже почти есть и на HoloLens потом появится и так далее то есть и там как бы вы сможете зарабатывать на тех же приложениях то есть это эти все модели конечно хорошо но возникает у каждого есть вопрос что конкретно использовать мне попробуйте ответить себе на эти вопросы и тогда вам станет понятно по крайней мере какая модель вам не подходит не знаю станет ли понятно какая подходит но какие вам точно не подходят скорее всего станет понятно и так же стоит не забывать что вполне эти модели можно комбинировать. Например, если у вас есть какая-то free-to-play игра, где вы зарабатываете реальную основную часть своих доходов на и на порчейсах, но немногие знают, а может и многие знают, что в таких играх за что-то платят всего 2% игроков. И это довольно уже хороший показатель считается, если 2% игроков что-то заплатили. Остальные 98% вы их не монетизируете. Поэтому вы можете им показывать рекламу, например. И также если вы сделаете там кнопочку заплатить 99 центов, получи сено и еще убери рекламу, тогда у вас возникнет больше шансов, что вы эти 99 центов получите. Мы тут запустили такой опрос всего 2 дня назад. То есть пока люди на него отвечают, но уже ответило более 2000 человек, из них 300 девелоперов. То есть мы там много что спрашивали, потом опубликуем данные более подробно. В принципе вот пока такие. Из ответов можно понять, что например большинство разработчиков используют для монетизации рекламу и что-нибудь еще. Но в принципе распределяется довольно ровно между теми, между всеми видами монетизации. Больше всего просто никак не монетизирует свое приложение. занимается хобби. Что касается пользователей, то многих больше всего останавливают плохие рейтинги в магазине. Также если это платное приложение, то им нужен trial и так далее. То есть это я вставил только сегодня, еще не удалось особо проанализировать. Потом мы это поанализируем и опубликуем какие-то результаты. UA это не только Украина, но еще и user acquisition. Тема, я считаю, гораздо более важная, чем монетизация. То есть какая бы у вас супер бизнес модель не была, вы ничего на своем приложении не заработаете, если им никто не пользуется. И тут я пытаюсь убеждать независимых разработчиков в том, что не стараться вообще ничего на приложение заработать в первое время. То есть если у вас нету каких-то огромных бюджетов, то раздавая свое приложение бесплатно, вы получаете самый, в принципе, дешевый метод его раскрутить. Потому что гораздо проще людям попробовать ваше бесплатное приложение, чем вам как-то добиться того, чтобы они это купили. Также, когда приложение попадает в магазин, и люди там его ищут, в принципе, они видят не так и много информации. Все, что они видят, это икона или тайл, и рейтинг, и название, и цена. Все. Поэтому стоит как-то инвестировать времени или денег в то, чтобы икона выглядела прилично, потому что название было или логичное, или какое-нибудь интригующее и так далее. Ну и рейтинг, это, конечно, надо отдельно стараться. Также многие используют, пользуются такой серой технологией, которая, в принципе, не особо легальна, но я еще не слышал, чтобы кого-нибудь за это выгнали. Хорошо работает на Windows. Если в какой-то категории на Windows нету явного лидера, который, допустим, Snapchat в этом примере. На Windows нету Snapchat. Но многие похожие приложения используют Snapchat в своих кибордах, и когда вы ищете Snapchat, вы находите другие приложения. Также со всякими. Когда-то в самом начале так было с Angry Birds и так далее. Также не стоит забывать о бета-версиях. То есть бета-версии – это хороший способ проверить работоспособность своего приложения, ловить баги и так далее. Но это также хороший способ заполучить своих первых евангелистов. То есть теоретически можно делать и так. Можно делать и то же самое приложение. Вы можете выпустить как скрытое. То есть его в поиске, оно не находится, но вы там каким-то своим людям раздаете тайную ссылку. Или можно с теми же промокодами сделать. То есть ваше приложение могут купить только те, у кого есть промокод. Купить, получить, грубо. Инсталлировать. Если на 8.1 вы делаете, там была другая система. Вы можете разрешить доступ к этому приложению только людям из списка Microsoft аккаунтов. То есть вам какой-то все эти бета-тестеры дают свои Microsoft аккаунты и имейлы. Вы их забиваете в список и тогда только эти люди могут его скачать. Могут. То есть это не стоит… Наверное, надо повторять вопрос. Это не слышно. То есть могут ли они оставлять отзывы? Наверное, могут. Но это не стоит делать. То есть такое бета-тестирование не стоит делать очень массово. То есть это стоит какой-то контролируемой группе давать. Вот есть, допустим, этот vpbeta.me сайтом можно. Там они как это делают? Как это называется? Сводят девелоперов и бета-тестеров. Также стоит думать о том, как вы получаете фидбэк от пользователей. То есть контролируя потоки, вы можете добиваться того, что в магазин идут хорошие отзывы, только плохие отзывы идут вам. То есть это не так и просто сделать. Я видел такой довольно хороший трюк. Люди делают как бы… Предлагают вам поставить звездочки прямо в вашем приложении. Если вы ставите пятерку, они перекидывают в магазин. Если вы ставите что-то меньше пятерки, открывается там форма обратной связи или там имейл, и вы тогда пишите им, что вам не нравится. Это никак не называется. Это люди сами делают. Ну, кнопочка. Да, да, в магазине, ну это… То есть вы не можете за него проголосовать в магазине. Вы его просто… Это просто такой промежуточный этап, где вы отсеиваете тех, кто хочет вам не очень хорошую оценку поставить, им тогда предлагаете вам написать имейл. Не знаю, зачем на страницу конкурентов. А, так не очень получается, если нормально делать. Хотя может, наверное, как-то можно. Да. Также стоит задумываться о том, что, допустим, люди в Украине, скорее всего, не очень хотят… Не всегда хотят пользоваться английским приложением. Там стоит думать о локализации во многих странах. Так. Звучит очень страшно, но, в принципе, по статистике, если вы переведете приложение на всего 10 языков, вы уже охватите там 75 процентов мира, населения мира, кому ваше приложение уже будет на им понятном языке. Также, когда вы публикуете приложение в магазин, стоит подумать о том, чтобы закинуть всю информацию даже только так, которая не обязательно. То есть, там есть это promotional image такая большая картинка, которую закидывать не обязательно, но если у вас ее нету, то очень мало приложений, что и шансов, что ваше приложение за фичер. Также, если у вас есть перевод на, допустим, испанский, но нету скриншотов испанских, тоже вы уменьшаете шансы, что вас в Испании за фичер и так далее. Сейчас, как бы, вся эта проверка в магазине проходит довольно быстро и приложение выходит довольно быстро. Тоже бывают всякие курьезы, когда вы там за это время нашли какой-то баг, не успели остановить, приложение вышло с багом или там что-то затянулось. В любом случае, если вы серьезно относитесь к своему приложению, вы хотите контролировать и время его выхода. Допустим, вы там перед тем, как садиться в самолет, лететь в Америку, закинули, и оно там вышло в это время, и там, черт знает, что происходит в это время, пока вы летите. Да. Стоит не забывать, что сделать какой-то сайт или какое-то мало-мальски нормальное видео, то есть не надо ничего профессионального, просто какую-то демонстрацию. Это особенно полезно для журналистов, которые, блогеров, которые могут, может быть, не сразу кинуться, если у вас нету какого-то имени, инсталлировать, смотреть свое приложение, но видео там минуту-другую может и пожертвовать, чтобы посмотреть. Потом они уже, может, скачают и напишут свой обзор. То есть, если у вас есть какой-то бюджет на раскрутку приложения, это замечательно, но никогда не мешает воспользоваться всеми бесплатными методами. Существует довольно немало сайтов, которые пишут о Windows и о Windows приложениях. Допустим, обзор на Windows Central может принести тысячи, а то и десятки тысяч бесплатных пользователей. То есть, стоит приложить усилие к тому, чтобы этих обзоров добиться. И также стоит не забывать о том, что журналисты, они как бы немножко другие люди. То есть, если вас, когда вам один и тот же человек часто пишет, вас это задалбывает, вы там жмете report, spam или что-то такое, журналисты, они как бы привыкли и их, у них такая… То есть, им тоже надо о чем-то писать. То есть, если у них есть материал, о чем писать, это хорошо не только для вас, но и для них тоже. Поэтому стоит не опускать руки и пытаться усиленно добиваться обзора. Если вы закинули все, что есть в замечательное приложение, нету никаких предпосылок, чтобы его не зафичерили, оглянитесь вокруг. Где-нибудь тут в зале есть представители украинского Microsoft или не в зале, это в помещении где-нибудь. Покажите им свое приложение, покажите там еще кому-то. Чем больше людей, которые имеют какие-то, какое-то влияние увидят ваше приложение, тем больше шансов, что оно как-то дойдет до фичеринга. То есть, можно надеяться, что да, я сделал что-то такое классное, что они сами заметят, но, к сожалению, жизнь устроена так, что надо как-то подтолкнуть, чтобы это случилось. То есть, фичеринг это замечательно, обзоры это замечательно, но реально единственный способ масштабировать раскрутку ваше приложение, это запустить так называемое сарафанное радио. Если люди начинают о нем говорить, то вы получаете бесплатное распространение, и если вы вкладываете какие-то деньги в рекламу, и у вас это сарафанное радио не запускается, то, видимо, что-то вы делаете не так, потому что реально бухать только деньги покупать с пользователей могут позволить себе не так уж и много компаний в мире. То есть, для того, чтобы это запустить, вы можете проинтегрировать социальные сети в свое приложение. То есть, если это у вас игра, кто-то добился высокого результата, настойчиво предлагайте им там пошарить это в фейсбуке или там в твиттере или еще где-то. Сами пишите в твиттер и в фейсбуке и так далее. Видите где-то отзывы какие-то в форумах, в твиттере, еще где-то отзывайтесь на них, вы можете, тех, кто плохие отзывы оставил, можете даже конвертировать своих фанатов и так далее. Ну и, конечно, показывайте свое приложение везде. Я вам сейчас тоже покажу приложение, которое, в принципе, будет, можно сказать, мировая премьера, которое мы сделали только буквально внутреннюю версию запустили буквально вчера-позавчера. То есть это приложение, оно рассчитано на как раз-таки создателей апсов и на пользователей. То есть для пользователей это приложение позволяет им находить новости о других Windows-приложениях. То есть вышло новое приложение или вышел новый апдейт, вышла какая-то акция на какое-то приложение. То есть тут, если вы знаете, что такое там Reddit или Dig или Hacker News или что-то такое, то есть тут приложение, вы можете голосовать, и они сортируются по количеству голосов и там другим факторам. И в зависимости от времени они постепенно сползают вниз, а новое поднимается вверх. Продолжение называется апрейзинг, его еще скачать нельзя. Оно в закрытой, в такой бете. То есть надо иметь промо-код. Мы пока еще тестируем его сами, не раздаем. Ну то есть вы… Название пишется апрейзинг. А как это показать, я вам сейчас… Да, в презентации есть, правильно, спасибо. То есть оно… Мы надеемся, что оно появится во второй половине этого месяца. То есть вы можете при помощи этого приложения как бы тоже запускать такие… Выходить на пользователей, давать им увидеть ваше приложение. Также, если у вас есть более чем одно приложение, не забывайте рекламировать свои другие приложения между собой. Таким способом вы можете бесплатно перетаскивать своих пользователей из одного приложения в другое и всех их объединять. Вопрос нет? По нашему? Давайте в конце, а то довольно немного времени осталось. Также, если у вас всего одно приложение, можно найти каких-то дружественных девелоперов, с которыми обменяться баннерами или там ссылками какими-то. Или просто вы можете участвовать в кросс-промо-сети, такой как Адуплекс. Что такое Адуплекс? Это сеть баннера-обмена. Если у вас есть приложение, то вы вставляете в него наш SDK, делаете запись в нашей системе и начинаете рекламировать другие приложения, они за это рекламируют вас. То есть вы друг друга рекламируете совершенно бесплатно. Есть только один подвох небольшой. То есть если вы показываете 10 реклам других приложений, мы покажем 8 ваших реклам, и 2 мы забираем на то, чтобы продаем рекламодателям для того, чтобы содержать систему. Также мы сейчас запустили такую штуку, такую программу называется Hero Apps для поддержки независимых сработчиков. Просто мы им даем какие-то специальные помощи в раскрутке приложений. То есть самым крутым мы помогаем получить ревью на Windows Central, даем там всякие рекламные кампании, заказываем за них баннеры профессионально с дизайном и так далее. Бесплатная раскрутка это, конечно, хорошо, но если у вас есть какой-то бюджет, то можно его использовать для того, чтобы как-то все масштабировать. Вы всегда можете закупить рекламу там на вебе в тех же специализированных блогах, там на фейсбуке, AdWords и так далее. Можете купить рекламу прямо на телефоне. Опять же, можете использовать там и Microsoft, и NAS, и AdMob, и кого угодно, и Smart. Есть также такие штуки, которые называются приложения дня. То есть это такие приложения, которые как бы с вами договариваются о том, что вы сделали какую-то акцию, и за это они вас рекламируют у себя. На самом деле происходит немножко наоборот. То есть вы с ними договоритесь, что давайте я сделаю акцию, заплачу вам денег, а вы за это меня прорекламируете. Но в принципе у них есть там сотни тысяч пользователей, они ждут этих акций, каждый день заходят и смотрят, а сегодня это там акция на это приложение, я его скачаю. То есть вы таким образом можете себе получить дополнительных юзеров. На Windows'ах таких главных приложений есть два. Называется MyAppFree одно, и другое AppDeals. То есть всегда с платной, с покупкой пользователей возникает вопрос, а сколько мне это будет стоить. И тут для ответа на этот вопрос, во-первых, надо осознать, с какой целью вы этих пользователей покупаете. Иногда вы хотите там, допустим, в начале выхода приложения, вы хотите быстро его выстрелить в топы какие-то, тогда стоит потратить много денег и там за короткий промежуток времени и все одновременно на всех каналах, чтобы вы как-то в этот топ поднялись. С другой стороны, если вы, допустим, покупаете этих пользователей для того, чтобы на них что-то зарабатывать, важно знать такой параметр, называемый lifetime customer value, LCV. То есть если вы знаете, сколько вы на своем одном среднем пользователе зарабатываете, вам тогда довольно просто понять, сколько вы можете на то, чтобы этого пользователя найти, потратить денег. И тогда уже вы можете экспериментировать с разными каналами, какой из этих каналов соответствует вашим требованиям, чтобы предоставлять вам этих юзеров дешевле, чем то, что вы на них заработаете. Если взять таких пару староватых примеров, то есть тут есть два примера, не знаю, видно или нет. В первом случае товарищ зарабатывает по 6 центов у него LCV, то есть с каждого среднего статистического пользователя он зарабатывает 6 центов. То есть при таком заработке, в принципе, нереально где-то купить пользователей еще дешевле, чем 6 центов. Тут ниже, допустим, зарабатывает почти 50. Тоже как бы не ахти, но там дешевле, чем 50, уже можно что-то думать. Можно искать какие-то каналы, где этих пользователей брать. Если уже говорить о всяких гигантах фри-ту-плея, то они умудряются зарабатывать с каждого пользователя в десятки раз больше. То есть в принципе они зарабатывают с нескольких пользователей очень много, но потом разделив это на всех, получается, что довольно там по несколько или даже по десяткам долларов с пользователями. И тогда они, конечно, могут себе позволить покупать этих пользователей по доллару и по два и так далее. Подводя итоги, просто хочу сказать, подумайте о том, что вы создаете. Подберите ему какую-то логичную бизнес-модель, которая подходит для этого типа приложения и для вашей конкретной ситуации. И не забывайте о том, что надо заботиться о том, что добывать пользователей, они, к сожалению, очень редко когда приходят сами. Если вы все это сделаете, я думаю, у вас все получится. И спасибо. Я готов ответить на ваши вопросы. У меня есть сколько-то книжек, есть сколько-то наклеек таких. Если вы делаете приложение, то можете получить наклейку, я делаю hero-приложение. Говорят по-русски, звучит это херово, но как уж есть. Вот. Такой вопрос. Вот вы сказали, что вы поначалу советуете вообще, чтобы не было никаких инопурчейзов, ничего, да? То есть по сути бесплатный и все. А как потом? Мягко подсовывать инопурчейзов в очередной апдейт или выпустить просто новую игру с подобными… Что касается игр, я, допустим, думаю, что стоит, допустим, если вы делаете инопурчейзы в игре, то отодвинуть их подальше. Допустим, может через год вы их там где-то там с третьего уровня начнете там людей как-то уже сподвигать. На первых порах может это там начинайте с тринадцатого, также там с рекламой. То есть куда-то, чтобы люди первый день играясь, у них не было никаких каких-то негативных эмоций, они поделились. То есть я считаю, что надо, конечно же, обдумывать, как вы будете монетизировать. А не то, что типа вначале я выпускаю бесплатно и даже не думаю, как я это буду делать. То есть у вас уже все готово, но вы просто смягчаете свою настойчивость в этом плане, отодвигая это как-то подальше. Еще такой вопрос. Спасибо. Еще вот такой вопрос. Если вот, предположим, ну там выпустили игру, да, вот она пошла, там дачила приносить доход, потом все меньше, 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 меньше. И вот как бы, какие бы признаки бы вы назвали, что все это, эту игру или приложение надо оставить и переключиться на что-то другое или все-таки вдохнуть новую жизнь, там выпустить какую-то еще одну версию или какой-то клон. Вот что вы посоветуетесь? Есть разные версии. Есть такие, есть компании, которые занимаются тем, что они стараются. Ну это чаще всего касается игр. То есть у всех игр есть такой цикл, когда она взлетает, взлетает на волну и потом начинает падать. В принципе, неизбежная вещь. То есть вы можете, даже если вы будете очень стараться, она все равно будет падать, только может медленнее. То есть тут вам решать или вы хотите, особенно если вы независимый разработчик, которому может интереснее делать новую игру, чем поддерживать старую. Просто вы можете, когда вы видите, что кривая идет вниз, приложить все усилия, чтобы игроков из этой вот уже утухающей игры перетянуть в свою новую. Допустим, сделать кросс-промо, которая всех их туда сгоняет. Но тут как бы нет универсального решения. Если же вы все-таки очень влюблены в эту игру, то вы можете делать там новые версии, вы можете инвестировать в то, что новый контент. Многие делают там всякие сезонные, там новогодние, там в новогодних шапочках все выбегают или там еще что-то. То есть на определенном этапе и это уже не помогает. Если не помогает, ну я говорю, в принципе тут зависит от ваших каких-то личных целей. Особенно если вы не какая-то корпорация, которая… Что вам больше нравится? Если у вас есть какая-то идея хорошей другой игры, может лучше ей заняться и пока еще это не угасло, попытаться перетащить пользователей в новое что-то. Я бы, наверное, так делал. Хорошо. Спасибо. Спасибо за интересный доклад. Вот вы прорекламировали свое новое приложение. А какую стратегию монетизации вы будете использовать там? В этом приложении в какое-то время появится еще одна вкладка, где будут рекомендуемые приложения. Часть из этих рекомендуемых приложений будет платным. Вот и ответ на вопрос о том, как ссыловать и нам включить потом. Нет, на самом деле, то есть что касается приложений, у них не игр, которые… У них не обязательно есть такой цикл. То есть Facebook, он как бы растет. То есть он может медленнее расти, он может это, но чаще… Ну то есть бывает, что, конечно, тоже такое циклическое, но приложение… Нет, это к первому вопросу о том, как попозже добавить монетизацию. То есть сначала продать. Да, да, то есть это как бы я эту презентацию делал с теми же побуждениями, с которыми делалось это приложение, с теми же мыслями, что на первом этапе нам как бы неинтересно это приложение монетизировать. Мы хотим, чтобы донести его до как можно большего количества пользователей. Даже когда мы его начнем монетизировать, мы… То есть появится отдельная вкладка, куда вы можете не ходить, если вы не хотите. То есть мы не хотим никаким образом порт… То есть мы не будем продавать фиктивные какие-то рейтинги в нормальных этих вкладках. Будет отдельная вкладка, где будет отчетливо написано, что это реклама. Спасибо. У меня такой вопрос есть. У вас есть рекламная сеть. Я знаю, у рекламных сетей есть параметры, там клики по показам и так далее. А какие эти параметры у вас в вашей рекламной сети? То есть у нас, что касается баннер, у нас есть два типа реклам. Есть баннеры и есть interstitial. Это полноэкранные. То есть на баннерах у нас клики в районе одного процента в среднем, так по миру, в некоторых местах больше, в некоторых меньше. На interstitial это где-то 5-10 процентов, там тоже зависимо. Спасибо. Как будет продвигать приложение игры, когда в App Store станет 3-5 миллионов уже? Извините, я не расслышал. Когда в магазине станет 3 и 5 миллионов приложений игр, как будет продвигаться? Как свое приложение продвигать, когда есть 5 миллионов? Когда их уже будет 5 миллионов. В App Store, допустим. Да, но работать. Поэтому я и говорю, что чем дальше, тем эта часть продвижения, тем она в принципе важнее становится. То есть когда там в 2008 году какой-нибудь Apple запустил App Store, но кто сделал маломальски нормальное приложение, заработал миллион и сидел отдыхал. Сейчас он с тем же приложением 2 долларов не заработал бы. То есть чем дальше, тем больше это вот ползунок инвестиций своего времени от девелопмента передвигается во все остальное. Да. И в девелопмент надо больше инвестировать, и во все остальное соответственно еще больше. Вот вы рассказывали по поводу Hero Apps. Можно немножко подробнее, какая модель поддержки инди-разработчиков там предполагается? То есть это для… это программа для тех, кто пользуется нашей сетью Aduplex. То есть если вы в ней пользуетесь, вы просто там нажимаете кнопку, что я хочу в этой поучаствовать, и каждый месяц из всех, кто… новых появившихся приложений, мы выбираем порядка 10, которые получают самый высокий уровень там со всеми причитающимися делами, и там остальные уже распределяются по другим уровням в зависимости от нашей субъективной оценки приложения. То есть какой это получает там третий уровень, какой это второй, какой это первый. То есть это… тут нет никакой системы, потому что сложно. То есть одно приложение может быть довольно так себе сделано, но очень хорошая идея и в принципе хорошая, но не корявенькая. А другое приложение очень хорошо отполированное, но никому не нужно. То есть поэтому мы собираемся каждый раз в месяц с командой и несколько часов проводим, раскидывая по этим уровням. В принципе все. Спасибо. Ну у меня вопрос собственно по приложению. Вот вы для мобильной версии и для десктопа делали разные интерфейсы или один адаптивный? Про аппризин? Да. Один. Могу показать. То есть вот сейчас его там уменьши, да, и он будет как на телефоне. То есть окошко не развернуто. Вот такое. Ага. Да, вот. Это все даже работает. Прикольно. Как ни странно. Еще вопросы? Кросс-платформенности у кого? У нас? Нашего? А, свое всегда имеет. То есть свое вы решаете сами. То есть если вы делаете клон Flappy Bird, это не стоит его ссувать там, где оригинал. Если вы делаете что-то свое, чего нету еще там, это наверное стоит. Ну и в принципе, если вы делаете игру на Unity, безусловно стоит, потому что там инвестиция довольно небольшая. Если вы делаете какое-то приложение рабочее, то тогда тут уже смотрите на свои ресурсы, потому что user experience у нативных приложений все равно до сих пор многие согласятся с тем, что лучше, чем у каких-нибудь там гибридных там фонгапов или там на замарине сделанных. То есть это все замечательно работает, если вы делаете корпоративные какие-то приложения, но если вы ориентируетесь на конечного пользователя, в принципе надо, чтобы все было там вылезненько, красивенько и отзывчиво. Поэтому для инди-разработчика кроссплатформенное приложение делать, как правило, дорого. То есть вы решаете, допустим, на iOS или там лучше монетизация, на Android больше пользователей, на Windows легче пробиться. Или там в зависимости от того, какие у вас скилсы есть, если вы там C-sharp разработчик, вам тут проще будет, чем там. То есть каждый для себя решает, в какую коробочку ему двинуться. Индивидуальное решение, в принципе. Но если вы делаете игру на какой-то кроссплатформенной системе, то имеет смысл пробовать везде, наверное. Но опять же, это всегда дело времени. Даже если вы делаете игру, которую технически легко везде закинуть, вот эта часть, которая не про девелопмент, она умножается на два, на три, на сколько платформ, она столько умножается практически. Ну там может чуть-чуть что-то переходит там, если у вас там Windows Phone, а у друга Android, может вы ему расскажете, то есть тут дешевле будет. А в остальном, в принципе, это всегда довольно-таки умножается в разы. И тогда стоит рассчитывать свои ресурсы по своему усмотрению. Презентацию будете выкладывать где-то? Да, будет на слайдшере, я не знаю. Поделюсь с организаторами, можете. Если зафоловите меня в твиттере, я там тогда скину сук. Кому не видно, могу попытаться призумить. Все, спасибо. Наверное, у нас время уже истекло. Кто задавал вопросы, можете взять книжки, но так как их у вас, наверное, было больше, чем книжек, так что кто первый, тот и взял.